21-е, 12-е, 20-21. С Новым Годом, дорогие друзья! По космическому летоисчислению сегодня день зимнего солнцестояния. Так полагаю, сегодня самый короткий день. Мы побывали в доме правительства города Москвы. Вы видео это увидите. Это шикарнейшее шоу на полтора часа. Красивейшие женщины, богатые наряды. Были песни, и родилась идея. Я освоил вот этот навык записывать свои идеи в видео. И не просто в видео, а еще и в прямом формате, в прямом эфире. Чтобы вы могли вместе со мной послушать эту идею, написать комментарии. После я скачаю этот сюжет, перезалью на YouTube, на Instagram. Это посмотрят сотни людей, которые принимали участие. Итак, о чем идет речь? Я последние дни снимаю очень много Рязанова Александра Ивановича. Рязанов Александр Иванович, разработчик и продолжатель дела народного социализма. Который объясняет, что только социалистическая методология построения общества позволяет нам создать новое небывалое. Изобилие. Изобилие для каждого. Где в обществе каждый равен, как творец создателя. Равный перед другим творцом создателя. И где новые ценности. Какие ценности? Когда и как может произойти объединение людей? И тут мы задаемся вопросом. А что такое человек? И мы заслушали много докладчиков. И о великий гуру Александр Иванович Рязанов. Который внес новый термин, который мне взорвал мозги. Именно поэтому я хочу с вами этим поделиться. Записываю сюжет. Чтобы зафиксировать в пространстве идею о создании песни под названием «Эмпатия». Эмпатия. Что такое эмпатия? Вбиваем в поисковую систему и читаем. Что такое эмпатия? Простыми словами. Эмпатия – это осознанное сопереживание эмоциональному состоянию других людей, способность распознать, что они чувствуют, и выразить сострадание. Она осуществляется в том числе при помощи зеркальных нейронов, которые находятся в коре головного мозга и позволяют отражать чувства и эмоции других живых существ. Когда я размышлял о термине эмпатии, я подумал, это же новый термин. И выполняя одну из компетенций продюсера по написанию песни, который станет хитом по всей планете, я думал, думал, какие слова должны быть в песне. Потому что мне поэты задавали этот вопрос. Мы готовы написать песню. Дай нам слова, которые должны быть в песне. О чем должна быть эта песня? И 15 лет, занимаясь глобальной волной, я постоянно в голове, на подкорке держу где-то эту задачу. Что только через искусство, только через культуру, только через кинодраматургические образы и символы можно передать информацию в другие страны, континенты, народы и цивилизации. Только через искусство, культуру и образование. И эмпатия как раз позволяет нам раскрыть то, что нам знакомо во всех святых писаниях. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Об этом гласят все предания. Но как это перевести на современный язык, минуя религиозную направленность? Эмпатия. Эмпатия. Оглянувшись вокруг, мы подумаем, что такое эмпатия. Эмпатия это способность быть открытым. А сегодня мы живем в обществе, в котором люди практически тотально закрыты. Не способны открыться миру. И соответственно не способны принять миру внутрь себя. Сейчас поколение, которое родилось, когда пришли вот эти вот уникальные инструменты, позволяющие нам произвести коммуникацию друг с другом в режиме реального времени в масштабах всей планеты. Здесь главная задача верно сформулировать миссию. Потому что есть название портала, некая поисковая строка, точнее адресная строка. Туда попадает человек. И первое, что он должен там увидеть, это миссия. Вот миссия должна включать в себя то, что каждый человек на планете, прочитав, скажет. Да, я за это. Мне это нравится. Важно внимание. Важна мотивация. И когда на портале находятся люди, которые показывают свою эмпатию, то каждый час, каждая минута существования данного сюжета в сети интернет повышает вероятность того, что кто-то просмотрит этот ролик, и ему этот ролик под тем или иным причинам стал полезен. И тот, кто создал этот ролик, получает бонус в карму. Такая блокчейн-система учета-вклада каждого. Соответственно, эмпатия позволяет нам написать поэтический текст, под который у нас уже есть выстроенное шоу. Мистерия. Театр Аладини. Сюжет, с которым вы через несколько часов посмотрите, когда я его смонтирую и выложу в публичный доступ. На этом я завершаю короткое включение эмпатии, дорогие друзья. Это слово, которое, как нельзя кстати, именно сегодня, в сегодняшний день, когда нас тотально по всей планете вгоняют в то, чтобы мы даже символически закрыли себе лица. Это очень глубинная работа над подсознанием. Тот, кто это делает, прекрасно понимает, что он это делает. И если мы понимаем, что воздействует на эту систему некая надсистема, то чтобы скорректировать движение событий в масштабах планеты, мы, пользователи, должны объединиться и тоже стать некой системой в этой структурной системе. И только системным образом мы сможем победить на выборах, потому что внимание к проекту это многомиллиардный, внимание интернет-пользователей, а медийная среда таким образом устроена, что когда на том или ином русскоязычном портале будет всплеск поисковых запросов, то есть не тысячи просмотров, как на канале «Глобальная волна», а ежесуточно несколько десятков, сотен, миллионов заходов, то федеральные каналы однозначно будут повторять тренд всплеска интереса. То, что становится инфоповодом федеральных средств и каналов, также отображается потом в интернете и обратная ситуация. Когда некое событие становится мега-информационным в сети интернет, это практически либо в режиме реального времени с небольшой задержкой, это отображают и федеральные каналы. Что нам и надо для того, чтобы идея овладела массами. Эмпатия, дорогие друзья, единый критерий, который позволяет максимально полно создать индекс человечности общества. Как мы друг к другу относимся. Эмпатия. Прекрасно. И песня называется «Эмпатия». Мне говорят, такого не было, такого никто не делал. Верно. Именно такую песню и надо делать. Эмпатия. Очень хорошо. Очень хорошо.